Калянинцев Максим Сергеевич, 75-го года рождения, закончил школу, учиться дальше не захотел. Папа дал пинка и с 16 лет я трудился в Ленинградском морском торговом порту. Начинал с подсобного рабочего, потом вооруженные силы Российской Федерации, как положено, первая сеченская компания, с армии вернулся, категорически не хотел возвращаться в порт, потому что перед уходом в армию зацепил работу докера, потаскал мешочки с сахаром, потаскал мешочки с сердцом. Все мне это очень не понравилось, и после армии я совершенно не хотел возвращаться в порт. Годик покантовался, поработал автослесарем, поработал в автошколе, преподавал вождение. Совершенно случайно встретил своего бывшего руководителя, он мне предложил прийти в одну из стивидорных компаний, в новообразованных в Питерском порту. Ну, думаю, пойду какое-то время переконтуюсь и потом уйду. Ну и вот с 96-го года все как-то так никуда мне не уйти, не отпуская порт. Вот. С 96-го года работал в питерской стивидорной компании, небольшая стивидорная компания, порядка 400 человек. Начинал с бригадира крепежной бригады, потом перешел в докеры. Свой путь в качестве докера закончил в качестве бригадира комплексной бригады, докера-механизатора первого класса. С 2007-го года возглавляю первичку этой стивидорной компании и вот в 21-м году был избран на должность председателя всего российского профсоюза докера. Давайте теперь в двух словах вообще, что такое РПД, чем оно занимается. Значит, российский профсоюз докеров был основан в 1990-м году. Он отщепился от ПРВТ. То есть это выход из ПРВТ, вышли мы из ПРВТ вообще, это профсоюз работников водного транспорта. Вот. Выделилась отдельная секция докерская и образовался российский профсоюз докеров. Значит, в 90-е годы это был один из самых отмороженных профсоюзов. То есть забастовки, итальянки, митинги и т.д. и т.п. это все была наша фишка. Очень многого добились. Очень многого. То есть самые сильные, скажем так, организации были, это Дальний Восток, Владивосток, находка. В Питере была очень сильная организация. Были организации, ну, практически по всем портам. В Довороссийске была очень сильная организация. Туапсе. Господи, кто там у нас еще-то по югам? Ейск. Были мы в Мурманске, в Магадане. То есть, ну, практически вот все моря, которые омывают Российскую Федерацию, то есть везде российский профсоюз, в принципе, представлен где-то в больше, где-то в меньшей степени. Был очень боевой профсоюз, за что нас очень сильно не любили, и начали нас потихоньку плющить. Скрывать не буду, плющат нас хорошо, плющат профактивистов душевно. Председатель, вот, к примеру, возьмем Архангельск. Там у нас Дима, бедный, несчастный, он у нас лет 5 уже с метлой ходит, да? Он ходит, подметая железнодорожные пути. То есть, минимальная зарплата. Зато стабильно. Да, зато стабильно, да. То есть, постоянные скандалы, то есть, постоянный, на него, его увольняли 3 раза, 3 раза по суду его восстанавливали. У него сейчас нет месяца, чтобы у него не было дисциплинарки. То есть, ну, вот очень все печально. Да, да, ну, мужики скрывать не буду, то есть, есть адекватные руководства, то есть, возьмем тоже ВМТП, блядь, или, вот, Питер, есть в Питере, ну, вот, Нева Метал, есть первый контейнер для терминала. Там адекватное руководство, там оно с нами считается. Ну, там и численность, конечно, есть членов профсоюза, само собой, то есть, больше половины людей в профсоюзе. Вот, с нами считаются, с нами ведут диалог. Нас, конечно, не любят, но на вот такой мелкой серии, вот там какие-то, то есть, за что-то прихватить, еще что-то на это не идут. Где народ сдувается и предает, скажем так, своих профлидеров, там, да, там начинают включить профлидеров. В Ейске очень тяжелая ситуация, там над людьми глумятся, то есть, ну, вот, зарплата в Ейске, докера-механизатора, 25-30 тысяч. И еще над людьми издеваются. В Архангельске то же самое. Тут, правда, там сейчас падение грозоборота, у них работы нет вообще. Они реально ходят там, деревья рубят и травку между плит выковыривают. Вот уже сидят где-то в тридцатке. Вот, где-то, ну, вот Питер, в среднем зарплата у докера в сотка. Вот, Дальний Восток, ну, тоже, в принципе, соточка где-то и побольше. Да, это... У них должна быть хорошая зарплата, по сути. Да, 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 у них хорошая зарплата. Они, они лидеры. Ну, да, по зарплатам, это мы знаем. Вот. Чем мы занимаемся, значит, ну, первое, это, конечно, самая больная тема для всех работников, это зарплата. Это, там можно говорить все, что угодно, что там профсоюз должен быть, да, там, за безопасные условия, за нормальные условия. Да, 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 но в первую очередь всех волнует зарплата. Пытаемся бодаться, опять же, все зависит от людей, мужики. Ни председатель, ни его заместитель вдвоем ничего не сделают. Даже правком из десяти человек ничего не сделают. Если нет поддержки людей, выхлопа не будет, говорю сразу. Профактивистов заплющат, причем заплющат очень быстро, как только они поднимут голову и начнут что-то требовать. Поэтому сразу вот, как Боря сказал, шашки мы сейчас доставать не будем, наша задача сейчас набраться сил. Объяснить людям, что пока мы не наберемся сил, мы ничего требовать не можем. Я так же объясняю. Да, то есть, как говорил один профсоюзный лидер, правда, не наш, а вражеский, американский, значит, если в профсоюзе есть 10 тысяч человек, то лидер профсоюза может прийти в здание администрации, ногой открыть дверь к директору, сесть за стол, положить ноги на стол и начать что-то с него требовать. Если в профорганизации есть 100 человек, и они стоят под окнами у генерального директора, то профлидер может прийти, постучаться в кабинет к директору, зайти и попытаться его о чем-то уболтать, уговорить, что-то у него выпросить. Ну а если в профсоюзе 10 человек, то лидер профсоюза будет стоять вместе с этими 10 человеками под окнами у директора и плакать. Поэтому наша сила это люди. Понятно, что кто-то должен это возглавлять, кто-то должен этим заниматься, но без людей. То есть профсоюз это не лидер, а профсоюз это в первую очередь люди. Жалобы это хорошо, жалобы это обращение, жалобы это все замечательно, это не шашкой махать. Шашкой махать я имею ввиду итальянки, замасловки. Да, да, нет, разговоры вести мы будем начинать. Но разговоры же можно вести именно, да, то есть просто разговаривать можно требовать. Вот требовать это уже махать шашкой. А просто сказать, что ребята у нас маленькая запрата и на эту тему надо подумать и что-то поговорить. Ну, то есть понятно, что заработная плата это основная головная бода. Само собой охрана труда, да, действительно. Потому что, ну, к сожалению, люди и калечатся, люди и гибнут. И у всех это было. И я сам принимал расследование и в несчастных случаях. К сожалению, пришлось участвовать и в расследовании смертельного случая. Это вообще страшная фишка, когда водитель докера-механизатора заводил, задавил Тальмана. В общем, задавил 32-тонником, на котором еще висел 20-тонный рулон, он проехал по нему и медленные колеса. То есть, ну, тетку просто она пополам разорвала. Она просто лопала она пополам. Да, то есть это все страшно, это ужасно. И этим, конечно, вопросом надо заниматься, да. Да, охрана труда включает в себя и спецодежду, и мыло. То есть, да, головников будет очень много, да. То есть, если действительно начнем работать как положено, то головников будет очень много, вопросов будет очень много. Председателю сразу скажу, что времени это будет и будет отнимать очень много. В планах у нас, конечно, это однозначно, это коллективный договор. Работодателю надо это объяснить, как-то попытаться в голову вбить, что в части охраны труда мы, наоборот, их помощники. Потому что зачастую мы указываем им на те косяки, которые, ну, вроде, да, ну, что, но нет у людей обучения, да и хер ты с ним. А вот и хер он оттуда. И генеральный директор поедет в Сибирь снег убирать. Потому что окажется, что нет обучения, нет предкомиссии, не прошел инструктаж, он туда лезть не мог. И генеральному директору будет, ой, как лихо. То есть, в этой части, то есть, и вообще, в принципе, вот мужики, честно, сейчас воевать с работодателем очень тяжело. У них ресурс гораздо больше, у них денег гораздо больше. Поэтому именно изначально настраиваться на войну с ними, нет, только на диалог. Да, нас не будут слышать, да, нас будут посылать нахер, но вода камень точит. Со временем найдется подход к директору, и наладите связи с его замами, с его помощниками, руководителями отделов, и будут информацию сливать. То есть, если наладится все нормально, то работа будет потихоньку двигаться. У меня был генеральный директор, которого тоже долго, я не мог ему найти подход, потом нашел, потому что выяснилось, что приходишь к генеральному директору. А у нас с ним нормальные отношения были, да, нормальные деловые отношения, но и человеческие нормальные отношения были. И у нас было, то есть, у меня было застолблено, что в любую пятницу после 15 часов генеральный директор в моем распоряжении. Только я должен его об этом предупредить. То есть, мы с ним встречались, и все, и у меня возникали какие-то идеи, мысли, что-то надо было двинуть, я к нему приезжал, мы просто в беседе, и ему, Михаил говорит, слушай, я тут такую ерунду придумал. Я говорю, давай вот эту тему двинем. Он, не-не-не, ты чего, нет, это нереально, на это денег нету, нет, все. Ну, все так все. Проходит месяц-полтора. Мы с ним опять встречаемся, и он мне, слушай, говорит, а я тут такое дело придумал. И выдает мою идею. Мне так какая разница. Мне главное, что он его выстрелило. Вот, поэтому подход найти можно, с ними надо разговаривать. Да, временами жестко, да, временами цапаться, но настраиваться вот именно на какую-то войну, сейчас бесполезно, да. Это бесполезно, потому что раздавят. Это уже не раз показывает. То есть, если они поставят себе целью, и возьмутся плотно, да, они это сделать могут. У них ресурс гораздо больше, у них есть бабки. Пока собирает электорат. Да, совершенно верно. Они, поверьте, они это будут мониторить. Они будут смотреть за этим. И чем больше народу, тем серьезнее к нам относятся. Значит, то есть, это чем занимается РПД на местах. То есть, занимаются, значит, говорю сразу, занимаются непосредственно люди в первичках. Понятно, что у вас опыта сейчас ноль. Помогать будем. Советы какие-то, помогать по нормативным актам. И я, и, надеюсь, Антон тоже там. Чем можем, да, будем помогать. Приезжать к вам, вы сами понимаете, особенно с Питера. Это вот так вот получилось, да, что у меня была запланирована поездка. Как раз вот все совпало. К вам приехал. Вот. Понятно, что не намотаешься. Если что-то глобальное, конечно, приеду. То есть, если что-то глобальное, заварушка там, если, вернее, не если, не если, а когда дойдем до заключения коллективного договора, конечно, приеду, буду помогать. Вот. То есть, это все, это реально. То есть, чем можем, помогать будем. Но, еще раз говорю, основная работа, конечно, ложится на ваши плечи. Помогать будем, вплоть до того, что... Будем писать письма. Кстати, надо не забыть, будет вам бланк перекинуть наш. Чем занимается РПД в глобальном масштабе? Значит, мы входим в объединение профсоюзов России и соцпроф. Есть такое объединение, возглавляет его бывший депутат Государственный дом, господин Выстрецов. Это именно объединение, в которое входит огромное количество профсоюзов. То есть, это, скажем так, общая крыша. Таких объединений в России три основных. Это конфедерация труда России. Это федерация независимых профсоюзов. И вот соцпроф. Вот. То есть, это такая большая крыша, которая, по большому счету, ни к чему не обязывает. На данный момент сильно много ничего не дает. Потому что, когда господин Выстрецов был депутатом Госдумы, само собой, это были депутатские запросы. То есть, через Госдуму какие-то вещи проталкивались. Это помогало. Сейчас, к сожалению, этого ресурса нет. Но, тем не менее, как площадка для общения, для каких-то консультаций с другими профсоюзами, то есть, ну, это используется. Российский профсоюз докеров входит еще в одно объединение. Это, господи, Федерация профсоюзов работников морского транспорта. Значит, ну, туда входят моряки, плавсостав, и входим мы. То есть, это основная, ну, куча подразделений у моряков. Именно портовый сектор докеров, в принципе, представляем мы и ПРВТ. Ну, ПРВТ как-то вяленько в этом еще не участвует, к сожалению. Но это наследник советских времен. И почему-то как-то сейчас они очень сильно не хотят идти на конфликт с работодателем. То есть, они продолжают вот ту работу, которую вели советские профсоюзы. То есть, они больше занимаются социалкой. То есть, какие-то вопросы они тоже решают, то больше у них социалка. Но социалка у них, да, на хорошем уровне. Разве это все это отработано, все замечательно? Это лагеря, санаторий, то есть, в такой части, там, бассейны, еще там, театры. То есть, у них огромные подвески в этой части. В этой части они, конечно, работают хорошо. Вот, значит, это вот второе объединение, куда мы входим. И третье, есть еще два объединения международных. Есть, господи, конфедерация работников морского транспорта. Это организация, в которую входят наши профильные профсоюзы с постсоветского пространства. Опять же, площадка более такая для общения, для обмена опытом, который сейчас ничего не решает. И третья международная организация, это ITF, это Международная Федерация Транспортников. Как сейчас это расценивать как плюс или как минус в свете политической обстановки, хрен его знает. Вот, но, тем не менее, мы из, вот, Российской Федерации, в эту Международную Федерацию Транспортников, входят только два профсоюза. Это моряки и Российский профсоюз Докеров. То есть, в свое время это был большой плюс. Сейчас, ну, не знаю, как это расценивать, но мы остаемся из членской организации, нас не исключают, взносы мы, правда, туда не платим. Вот, и, как бы, просто не знаем, стоит ли туда платить сейчас. Ждем, что нас вот-вот все оттуда исключат, потому что штаб-квартира в Лондоне вообще у ITF. Это наши заклятые друзья. Вот, и, к тому же, сейчас и перевести-то взносы за границу крайне тяжело. Вот, но, тем не менее, вот поступили, поступило два приглашения. У них проводится очень много всевозможных встреч, обучений. Сейчас мы получили предложение и подтвердили участие. Будет женская секция Международной Федерации Транспортников. То есть, от нас есть человек, который туда должен поехать. И меня пригласили на международную, на секцию докерскую, именно по докерам, которая будет проходить в Южной Америке, намеченном на декабрь месяц. Ну, опять же, это площадки больше для общения, потому что законодательства у нас абсолютно разные. Сейчас какое-то, в свое время, ITF, да, оказывала, конечно, нам поддержку. То есть, они со своей стороны, там, пытались как-то через судовладельцев давить на, в том числе, на наши порты. Но сейчас, я боюсь, что все это работать не будет, но выходить из организации, ну, когда-то это должно закончиться, когда-то мы должны вернуться в нормальный, цивилизованный мир и жить со всеми дружно, и тогда от этого будет выхлоп. Поэтому, ну, сейчас это членство, в этой организации, оно так, под вопросом, под большим, нужно ли оно, не нужно, оно есть. Исключат, так исключат, не исключат, да и бог с ним. Вот, пока, то есть, никаких камней в наши огороды они не кидают, то есть, никаких претензий нет. То есть, как ни странно, Международная Федерация Транспортников вне политики, хотя наши братья-славяне, они тоже входят, конечно, в ITF, они пытаются, да, там, каким-то образом давить, чтобы нас оттуда исключили или еще что-то, но МФТ на это не идет. То есть, это так вот, ну, в двух словах, чем мы вообще занимаемся. Значит, на, по Российской Федерации, значит, я вхожу в совет, и, значит, существует такой совет по профессиональным квалификациям. Я потом вам разъясню, что это такое, потому что это огромная государственная программа, направленная на стандартизацию обучения, именно профессионального обучения, на стандартизацию оценки квалификаций работников всех. То есть, это огромная работа, вот, я являюсь членом этого совета, это совет при президенте Российской Федерации, то есть, это очень высокий уровень, то есть, я там работаю, вот, в его составе. То есть, лезть пытаемся куда угодно, куда возможно только, куда угодно, лишь бы от этого был какой-то выхлоп, то есть, пытаемся общаться и с властью, и с объединениями работодателей. Ну, все, опять же, во благо простых мужиков.